Поздравляю всех с Божественной Литургией, с четвертой неделей Великого Поста. В этот день всегда вспоминается Иоанн Лесвичник, Игумен Синайский, Пустьник и Молитвенник. И в этот день мы слышим из Евангелия слова Спасителя о том, что род сей, имея в виду род демонический, не изгоняется ничем, только молитвою и постом. И каждый из нас, однажды осознанно подписавшись быть частью Церкви, он тем самым не только подписался на некоторые обязанности, он получил и, конечно же, некоторые права, но самое главное, для него открылись особые возможности. Эти возможности, прежде всего, связаны с молитвой и постом. Конечно, можно сказать, что любой человек может подвязаться дома, отдельно, сам по себе, может сам себе устроить особую жизнь почти как у Адама, то, что сейчас называется веганством. Или вообще питаться только Солнцем. Всякий может придумать для себя особые какие-то обращения куда-то в космос или, наоборот, к самому себе. Но все это, во-первых, не имеет никакого значения, во-вторых, это еще в лучшем случае. Во-вторых, как правило, такие подвиги для человека, они не посильны, потому что в одиночестве человек совершенно по-другому имеет возможность и силы справляться с теми подвигами, на которые он пошел. Всякие знают, что в чем бы то ни было, подвязаться лучше сообща. Это касается учебы, это касается спорта, это касается молитвы и поста. Но еще и такие мудрования о себе самом, о своей личной молитве, о своем личном посте, они, как правило, все-таки порождают, даже если они не приносят каких-то особых плодов, если даже они не какие-то особенные по обычному естеству человеческому, они все равно, как правило, человека приводят к прелести, гордыне и, по сути, к самообожествлению. Другое дело – жизнь церковная. Человек, входя в церковную жизнь, он принимает те условия, которые в ней действуют, даже, может быть, до конца не понимая, а просто потому, что осознает, что со своими страстями справиться много лет не может. И, в общем-то, почти всю свою жизнь он с ними борется и в какой-то мере даже безуспешно. И человек, когда оказывается в церкви, он вдруг осознает, что это особое пространство, особое сообщество людей, и в нем есть особое действие Святого Духа, которое каким-то образом помогает ему так или иначе выдерживать демонические нападки, даже и одержит какие-то победы, просто потому, что он как бы вступает в определенное войско. И вот те действия, которые церковь предлагает человеку, входящему в это сообщество, в это пространство и в это время, прежде всего эти действия являются постом и молитвой. И всякие замечают, что молитва домашнее одно, а молитва общественная, молитва богослужения – это нечто иное, не только по содержанию и по времени, но и по состоянию. И человек, который хотя бы раз в жизни это почувствовал, он потом уже не может нигде этого обрести, и, соответственно, его сердце уставляется в церковь, потому что только там он по-настоящему может молиться. И эта молитва связана, очевидно, не с тем, что мы постарались и у нас получилось, но с тем, что именно в церкви действует Господь. И именно в церкви мы встречаем людей в большом количестве, в большем, чем в обычной жизни, в концентрированном виде, где через которые Господь действует, через чьи сердца Господь молится, и через чьи сердца Господь верует. И не случайно слова из Евангелия «верую, Господи, помоги моему неверию» они звучат и парадоксально, и очень понятно. Мы действительно как будто бы периодически эту веру утрачиваем, забываем, как будто бы некая вещь в захламленном дому, которая лежит где-то вот на виду, недавно еще была, а вот сейчас уже ее где-то нет. И мы начинаем судорожные вещи искать, точно так же мы как бы внутренне пытаемся эту веру обрести. И, конечно же, мы в таком поиске лучше всего, быстрее всего обретаем эту веру, когда обратимся к тому, кто является подателем ее. «Верую, Господи, помоги моему неверию». Это наше неверие, оно связано не только с тем, что мы просто забываем Бога, но и в том, что мы забываем и о том, что мы всегда под Его присмотром, забываем о том, что наше благодеяние в жизни, а их огромное количество, бесчетное, это Его дар, и о том, что даже те беды, несчастья, тяготы и бремена, которые нас в жизни посещают, они Богом попускаются или даже даны напрямую, дабы нас сделать счастливее, нас сделать блажение, нас сделать более верными, более верующими, чаще верующими. И, конечно же, время поста особо способствует и размышлению над этим, и деланию этого, поисков веры и устремлению к молитве. Человек, который со смирением понимает время поста, который в это дело так или иначе погружается, который на это решается, он тем самым, во-первых, рождает себя от гордыни, когда или как ему питаться или поститься даже. И в то же время мы знаем, что обуздывание плоти во время поста только через пищу, оно как бы запускает и остальные наши процессы. Оно способствует обузданию нашей плоти, и во всех остальных вопросах у каждого по-своему. Но все замечают, что это гораздо глубже, чем в обычной жизни. И в службе, посвященной четвертой неделе поста, кто слышал в тропаре канона, заметили, постоянно говорится об уме человеческом, который так или иначе погряз. То есть он как бы оказался в грязи, оказался запачканным, запятнанным, замутненным. И пост – это время очищения. И молитва – это время как бы отмывания и наполнения человека и его сердца. И поэтому такие отцы, как Иоанн Лесвичник, они являются и примером, и учителями, и теми, кто оставили на свои труды, те, кто прошли этим путем и показали, что человеку возможно с Божьей помощью и поститься, и молиться. И, следовательно, при таком нашем состоянии Господь способен помочь нашему неверию, проникнуть в наше открытое сердце, уверовать в Нем из нас самих и таким образом и знать тех, в чем рабстве мы находимся в виде страстей. Еще раз всех поздравляю с воскресным днем причастников, поздравляю с приятием святых и жертвующих Таин Христовых, Ангелы и Хранители.